МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Анна Пилипет. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О поддержке СВО, реализации нацпроектов и новом генплане города. Итоги работы администрации за прошедший год глава города подвел на заседании Думского комитета. Ночь музея в 2023. Как в Сарове пройдет всероссийская акция? Птичий грипп атакует. Вирус обнаружили в Нижегородской области. Далее расскажем обо всем подробно. Муниципалитет с дефицитным бюджетом для содержания городской инфраструктуры в нормативном состоянии бюджету Сарова недостает около 2 миллиардов рублей. Такую цифру глава города Алексей Сафонов озвучил на ежегодном отчете о результатах работы администрации за прошедший год. Бюджет города растет, но динамика низкая. Власти прорабатывают этот вопрос на федеральном уровне. Более 70 миллионов рублей на такую сумму Саров при солидарном участии предпринимателей и волонтеров оказал помощь участникам СВО и их семьям. Рассказал на ежегодном отчете о работе администрации глава города Алексей Сафонов. В городе также создали межведомственный штаб по сбору гуманитарной помощи. В общей сложности в зону проведения СВО направили 18 гуманитарных грузов. Для урегулирования текущих вопросов в администрации провели больше 20 встреч с участниками СВО и членами их семей. Мы приняли на себя все функции так называемой военно-гражданской администрации, понимая, что те вызовы, с которыми мы столкнулись в городе, с которыми столкнулась наша страна, и, соответственно, что значило происходить в городе, требовало совершенно других решений и совершенно другого уровня взаимодействия со всеми органами власти и структурами, присутствующими на территории. Рассказал глава города и о реализации нацпроектов, в рамках которых в прошлом году школу имени Балакирева оснастили музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также благоустроили сквер за администрацией. В рамках адресной инвестиционной программы начали строительство улиц Чкалова и Академика Нигина, а также продолжили работы на объекте новой школы 11 по улице Зорге. Важным итогом работы Алексей Сафонов назвал разработку генплана города. В рамках указа президента от 2021 года была изменена граница территории зато Саров, и, соответственно, нам срочно понадобился по поручению правительства генеральный план, новый генеральный план города Сарова, и эта работа была выполнена в срок с необходимым качеством, то есть у Сарова сейчас есть новый генеральный план. Масса вопросов решили, накопленных там последних изменений. Затронули в ходе заседания и судьбу Северного парка. Напомним, летом прошлого года судьба леса в границах улиц Нижегородской, Молодежной, Раменской и Березовой вызвала бурные дискуссии в социальных сетях. Общественность разделилась на два лагеря. Одни выступали за благоустройство, другие – решительно против любых манипуляций с лесным массивом. Вопрос до сих пор остается открытым, сообщил Алексей Сафонов. Для меня более сложный вопрос. Вот вопрос Северного парка – это общегородской вопрос или вопрос жителей близлежащих территорий? И на него тоже, на самом деле, неочевидный ответ. Потому что, с одной стороны, мы, если что-то там будем делать, меняем жизнь близлежащих, с другой стороны, действительно, общегородская территория, и учитывать мнение надо всего города. Отчет главы народной избранники вынесли на заседание Городской думы, которое состоится 31 мая в Большом зале заседания администрации. На нем может присутствовать любой желающий и задать свои вопросы. Возможность заявить о своем деле в федеральных соцсетях и на портале «Мой бизнес» появилась у саровских предпринимателей. Для участия в акции необходимо рассказать о своем деле в соцсети ВКонтакте с хэштегом «Это мой бизнес» и отметить сообщество «Мой бизнес» до 24 мая включительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Птичий грипп выявили у чайки в Шарангском районе, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области. Случай заболевания чайок зафиксировали на территории Добровского пруда. Сейчас специалисты проводят профилактику, диагностику и ограничительные мероприятия, чтобы предотвратить распространение и ликвидировать очаги птичьего гриппа. Промышленным птицеводческим предприятиям рекомендуют перейти на закрытый режим работы, усилить дезинфекцию транспорта, работу санитарных пропускников и термически обрабатывать корма. В прошлом году чаще всего нарушали ПДД граждане в возрасте 30-39 лет, а реже всех подростки и люди старше 80 лет, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Среди любителей полихачить под шафе первое место разделили водители в возрасте 30-39 и 40-49 лет. А водители 80 плюс показали себя самыми дисциплинированными. Почти четверть, 23% случаев наездов на пешеходов из-за нарушения ими ПДД пришлось на самую старшую возрастную группу. Интерактивные площадки, творческие мастерские, выставки, благотворительные акции. 26 мая Саров присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». С 19 до 24 часов для горожан распахнут свои двери городской музей, художественная галерея, музей народной игрушки, культурно-просветительский центр Саровского благочиния, библиотека имени Маяковского, музей военно-морской славы, военно-патриотический клуб 1945. Подробнее о программе акции расскажем далее. 26 мая художественная галерея исполняется 15 лет. В 2008 году галерея открыла свои двери для горожан на первую в истории Сарова акцию «Ночь в музее». В свой день рождения художественная галерея открывает две новые выставки. Образы России подготовили совместно с Российским музейным выставочным центром «Росизо». Здесь представлена живопись, графика и декоративно-прикладное искусство ведущих художников XX века. Народных художников Аркадия Александровича Пластва здесь представлена работа. Валентина Михайловича Сидорова, здесь есть работа Грицая, здесь работа Верейского, здесь работа Майами Турича. То есть это знаковые имена цвета советской живописи. Самая старшая работа на этой выставке написана в 1919 году, ее ей больше 100 лет уже. Еще одна выставка в солнечном свете московского художника Александра Боброва, с которым сыровский зритель может увидеться на творческом вечере. На картинах автора Крым, Юг, пейзажи средней полосы России изображены в импрессионистической манере. На ночь в музее художественная галерея подготовила 11 творческих мастерских, как для самых маленьких, так и для среднего школьного возраста. Обязательно предварительная запись. У нас еще будет такой мини-проект внутри ночи музеев, который мы не случайно назвали «Пятнашки». Ну, потому что нам 15 лет, и «Пятнашки» все помнят эту детскую игру. Только у нас этими «Пятнашками» станут холсты. Холсты художников, которые их возьмут, напишут на тюрморты. Гостей художественной галереи также ждут фотосессии и большая кинопрограмма для детей и взрослых. Афишу можно посмотреть в группе «Галерея ВКонтакте» или в телеграм-канале. А через дорогу от художественной галереи саровчан ждут на Бессонницу в Центральной библиотеке имени Маяковского. Все интерактивные площадки будут тематическими и посвященными какой-либо науке или искусству. Многие мероприятия в библиотеке пройдут впервые. В музее книги откроют выставку уникальных медалей Императорского монетного двора. Все желающие могут посетить урок по художественному чтению от Юлии Николаевой, актрисы Саровского драматического театра, режиссера, тренера по речи, голосу, по публичным выступлениям. Также она руководитель студии актерского мастерства «Точка акт». Юлия расскажет о том, как непринужденно вести беседу, как уметь красиво разговаривать, владеть своим голосом, дикцией. Если вы любите танцы и музыку, то для вас мастер-класс от студии творчества и развития «Грация». Здесь научат красиво двигаться, даже без танцевального опыта. Профориентолог Диана Власова покажет техники ведения переговоров. На площадке виртуальной энциклопедии покажут научно-познавательные фильмы детям и взрослым в VR-очках. Также библиотека Маяковского подготовила викторины, музыкально-поэтический вечер, литературные игры, ярмарку мастеров, физические опыты и многое другое. Афишу можно посмотреть на сайте biblion.ru. Праздник «Здравствуй, друг!» в парке Зернова стал яркой точкой Дня пионерии. В интерактивных зонах юные саровчане смогли проявить ловкость и смекалку, силу и знания. Разгадать ребус, ответить на вопросы про пионерскую жизнь или ядерную отрасль. Научиться завязывать галстук, правильно отдавать салют, играть на барабане. С самого раннего утра, с 6 часов, истинные пионеры уже были на лыжной базе. Более 600 ребят в красных галстуках вступили в союз детских организаций «Сияющие звезды» и по красивой давней традиции встречали рассвет и запускали воздушные шары с журавлями. А в этот же день днём, на праздник пионерии, ребята пришли в парк имени Зернова, где для них приготовили игровые станции и интерактивные площадки старшие инструкторы из детской палаты «Галактика» и педагоги Дворца детского творчества. В станции есть азбука Морза, вопросы про пионеров, пионерские песни, спортивные есть у нас мероприятия, как прыжки в длину, меткость, закидывать шишки в бедро, составить слова и слова лидерства. Также вновь вступившие пионеры могли взять у старших ребят мастер-класс игры на барабанах, проявить смекалку в решении ребусов и загадок. За выполненные задания участники получали жетоны, которые потом обменивали на сладости, краски и карандаши. Впервые на празднике Дня пионерии «Здравствуй, друг!» свою площадку представил городской совет юниоров «Росатома». Мы с активными старшеклассниками собрались и подготовили свои три игры. Очень простые, может быть, ребята о них слышали, это мема, угадает рефакта и игра хронограф. Но мы зашифровали интересные факты об атомной промышленности и о госкорпорации. И представили свой собственный баннер, на котором есть информация про нашу организацию. В течение года дети, желающие вступить в пионеры, проходили цикл занятий «Азбука добрых дел». Здесь ребята изучали пионерские песни и игры, учились стоять в Орлянском кругу, рассуждали о дружбе и добре. В музее детства в Дворце детского творчества школьники знакомились с историей пионерии. Почему ты решила вступить в пионеры? Ну, потому что там принимают разные конкурсы, награждают. То есть я хотела всегда поступить в пионеры. С дружиной мы писали недавно письма солдатам на войну, дарили рождественский подарок другу, дарили набор солдату. Помогали бездомным животным еще. Пионер – это человек, который помогает людям, например, пожилым людям, помогает перевезти через дорогу. Я хочу предложить друзьям вместе ходить по улицам и помогать, кто требует помощи. На празднике «Здравствуй, друг!» у юных пионеров была возможность в качестве подарка бесплатно покататься на аттракционах. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недуга. В десятке сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 20 по 24 мая там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно в горах, он стручковый, они его называют, то он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1 тысячу рублей. 3 килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей. 3 килограмма гречишного за 1500, а 3 килограмма липового стоит всего 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 20 по 24 мая с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь, ноль шестьдесят четыре, тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА